В Москве один из бывших полицейских отправлен в колонию за грабеж и взятки. Видите, как здорово. Я думаю, что грабежом, взятками и прочим-прочим занимаются все полицейские в Москве. Ну или почти все. А отправлены только 11. Что говорит, в общем-то, о устойчивости путинской преступной группировки. Суд признал законными действия полицейского, который привязал жителей Краснодара к столбам. Тетку какую-то веревками привязал к столбам мужика, наручниками пристегнул. И они стояли так больше двух часов. Ну пока он там какие-то вопросы решал. Потрясающая ситуация. Соцсети, значит, вот сейчас могут не только мониториться полиции, но и открываться, вскрываться и так далее. То есть сейчас полиции пишут, что разрешат читать любую переписку граждан без санкции суда. То есть теперь обратились Минцифры, вот это сраное учреждение МВД, обратились, значит, с инициативой, чтобы МВД имело полномочия залазить куда угодно. То есть без всякой санкции, поскольку это необходимое, так сказать, действие, оперативное, необходимое. Поэтому нужно немедленно залезть и санкции времени отбрать. Поэтому, ну то есть это мониторинг такой, знаете, массированный, как бы намереваются создать. Сейчас-то уже все, там есть пакет Яровой и все на свете. Но это что-то еще будет сверх того. Минтранс попросили объяснить штрафы за среднюю скорость. Можете себе представить, они взыскивают много лет штрафы за среднюю скорость. И все прекрасно знали, что это абсолютно незаконно. И вдруг из Госдумы их попросили объяснить, почему же они взыскивают штрафы за среднюю скорость. Где эти камеры висят, сколько таких штрафов и прочее, прочее, прочее. Ну, я не знаю, даже как на это реагировать. То есть, а много лет, я еще в России была, уже взыскивали штрафы за среднюю скорость. А я уже в России 4 года, как меня нет. Продолжение следует... Продолжение следует...